Вот мы сегодня опять с вами встретились. Я сегодня хочу вам рассказать о миропорядке. Что такое миропорядок? Слово говорит само для себя. Это порядок, который есть в мире. Как живет мир. Какой миропорядок в нашем мире, в нашей Вселенной. Что я хочу сказать? Конечно, информация, которую я вам даю, достаточно серьезная. Я пытаюсь ее как-то преобразовать на более легком варианте. Но, естественно, она не для всех. Не для понимания, к сожалению, каждого человека. Я тут вот посмотрела как-то в интернет на темы такие... Очень много различных передач, чего только нет. И, конечно же, людям в основном нужны практические знания. Практические знания. Это, конечно, хорошо. Но любое практическое знание обязательно должно быть подкреплено и знаниями теоретическими. Потому что человек на веру берет что-то и получает иногда очень печальный опыт. Мне приходилось с этим встречаться. Мне приходилось встречаться с людьми, которые брали какие-то механики, какие-то практики. А потом колечились. И выводить их было чрезвычайно трудно. А некоторых даже вообще невозможно вывести. Потому что разрушения на энергетическом уровне, они лечатся значительно труднее, чем на физическом. Поэтому я хочу, чтобы сначала люди знали. Надо получать знания. А вот когда вы знаете, тогда вы не вслепую уже пользуетесь различными механиками. А вы уже знаете, какая механика светлая, какая механика ведет к разрушению. Вот, например, совершенно простой пример. Что энергия в человека, положительная энергия, всегда входит сверху. То есть она входит, если мы изучаем строение человека. Человек построен двумя энергетическими волнами. И одна волна положительная, зодиакальная, входит сверху. А волна энергетическая, отрицательная энергия, минусовая энергия, входит снизу. И соединяясь, они в местах своего взаимодействия образуют чакры в человеке. Поэтому если вы берете энергию для оздоровления, то, конечно, надо всегда именно брать сверху, чтобы энергия шла сверху. Мы знаем, что она должна быть теплой. Если вы чувствуете тепло, значит, к вам энергия приходит. Если вы чувствуете холод, значит, от вас энергия уходит. А ее оттягивают куда-то. То есть, ну, такие простые истины. Поэтому я ознакомлю вас с истинами великого закона, закономерностями великого закона. Конечно, немногие люди стремятся к знаниям. Как сказал Арджуни Кришна в Хагавадгете, из тысячи едва ли один стремится к совершенству, а из стремящихся едва ли кто меня достигает. Поэтому неудивительно, что к этим знаниям приходит не так много людей. Но мы с вами сейчас живем в такую эпоху, в такое время, когда это становится необходимостью, такие знания, для того, чтобы не стать жертвой темных сил. Я хочу вас познакомить с миропорядком, потому что много, очень много различных мифологем существует на эту тему. Мы сегодня с вами живем вообще в очень непростое время. Это время, когда, время испытания, как сказал учитель, это время называется «будь с нами», когда боги говорят «будь с нами». Будь с нами – это значит, ты должен в себе воплощать божественные принципы, то есть ты должен эволюционировать, ты должен познавать и должен обязательно видоизменять себя. Как мы знаем, сознание видоизменяется мыслью, потому что мысль материальная, и человек должен обязательно работать с собой, видоизменять себя. И для того, чтобы быть с богами, приближаться к богам, к божественному, нужно знать принципы именно божественного мира. Нужно познавать. Невежество всегда ведет к разрушению, невежество всегда ведет к преступлениям. Человек невежественный с позиции своего, так сказать, невежества, начинает давить авторитетом своим других и разрушает этот мир, сеет хаос, и ничего хорошего из этого не получается. Поэтому нужно все-таки знать. Для того знания нужны. Знания нужны для того, чтобы осуществлять их, получать опыт. Вот если человек пройдет через весь сегодняшний маразм нашего мира и останется в здравом смысле, вот такие люди, они и, собственно, и войдут уже в общество будущего. То, что мы видим сейчас вокруг себя, то, что происходит вокруг нас, это все приближает нас к последним дням Атлантиды. Собственно, мы с вами переживаем именно сейчас такой момент, когда темные силы сгущаются, их сейчас выдавливают с верхних уровней, они все сейчас сгущаются на физическом плане. И идет последняя битва. Последняя битва сил тьмы и света. И эта битва в первую очередь проходит в нас самих. В каждом из нас граница этой битвы проходит. Поэтому мне вот много приходило людей, все такие, мы мечтали, Рерихов, все были воины света. И я тогда им говорила, вы знаете, первый бой, который вы даете темным силам, это бой в себе. Это надо начинать с себя. Нужно себя видоизменять. Вот когда мы видоизменим себя, тогда действительно мы можем уже как-то отвечать или силам тьмы уже в общем. А пока, к сожалению, человек представляет собой это поле битвы. Мы с вами живем, можно сказать, в последний миг. Вы знаете, когда люди веселятся, ходят, впадают в оргии, пьянствуют, это все напоминает пир во время чумы. Это люди уходящие. Они не думают ни о чем. Они не думают о судьбе этого мира, они не думают о собственной судьбе. Они ни о чем не думают и думать не хотят. Вот, как я уже сказала, хорошо нам сейчас дали возможность посидеть дома, остановиться, подумать, хотя бы разобраться в самих себе. Вот. Я хочу начать эту тему о миропорядке. Для того, чтобы видеть истину текущего момента, необходимо знать причину, породившую смысловую основу этого момента. А для того, чтобы видеть причину, породившую смысловую основу этого момента, необходимо знать истину, лежащую в основе всего, всех причинно-следственных связей. То есть знать главную истину. Какая главная истина вообще? Вообще, самое главное через все истины, мы идем к одной единственной истине, это истинный великий закон. Великий закон, который управляет этим миром. Поэтому по закономерностям этого закона строится и миропорядок. Как мы уже говорили в предыдущих, в предыдущих наших беседах, сознание людей разделяется на четыре эволюционные степени. На четыре эволюционные степени каждая степень соответствует определенной варне. Четыре варны составляют интеллектуальную лестницу, интеллектуальную пирамиду человечества. Их называют еще касты, что не совсем правильно. Касты – это некая застывшая такая форма. Варна – это постоянно двигающаяся спираль, которая выносит в эволюцию человека. То есть каждая варна имеет возможность совершенствоваться. И каждый имеет, так же, как ребенок, который растет, он переходит от одного состояния к другому. То есть это детство, потом отрочество, потом юность и потом зрелость. Как раз четыре состояния человека определяют четыре варны. Поэтому самая младшая варна отождествляется с детством человечества, с детством человека. То есть когда разум рождается и помещается в эту действительность, он начинает познавать, учиться, то есть отстроить свое сознание. Далее он переходит уже в более взрослую форму и так далее, пока не достигнет четвертой варны зрелости. И тогда он уже начинает более, у него уже набирается опыт. А у человека, в принципе, этот возраст определяется 30-33 года, когда сознание его уже выросло. Потому что, поскольку мы с вами представляем, поскольку мы с вами представляем собой двойную систему, даже тройную систему, то есть форма содержания идеи – это физическое тело, которое есть животное, это сознание, скрепляющее обе системы, и высшую систему, наш разум, наше истинное я, то, конечно, животное, оно быстрее проходит эту форму, быстрее проходят эти фазы развития. И, скажем, к 20 годам он считается совершеннолетием. 20 лет считается у людей совершеннолетием. Но сознание, оно растет медленнее, потому что сознание – это уже средняя система, которая соединяет нас с разумом, она уже несет разумную основу, оно несет полностью разумную основу сознания. И поэтому сознание становится зрелым к 30-33 годам. В принципе, варновая система на сегодняшний день сохранилась только в двух древних парампорах. Это индуизм и иудаизм. Это две парампоры, которые сохраняют варну. Причем парампоры индуизма сейчас резко деградируют, потому что она подвергается очень большому влиянию Запада, западной культуры, которая разрушает как раз-таки варновую систему. А это приводит к хаосу, так сказать, к хаосу в народе. И к разрушению вообще народного тела. Варны вообще выражают объективный рост сознания и развертывание потенций разума. То есть в процессе совершенствования растет сознание, которое разворачивает потенции разума. И когда разум полностью как цветок раскроется, этот человек достигает уже высшего своего уровня, и он уже практически может выходить в качестве Бога на следующую ступень этого мира. Великий закон гласит, все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь всем общим множеством в полную гармонию. Поэтому в порядке великого закона весь разум, рожденный в биоснове, должен выстраиваться поварным, согласно своей эволюционной значимости, в эволюционную пирамиду. А степень развития разума определяет структуру сознания. Существует и обратная зависимость. Исходя из нее, ведущий всегда стремится подключить развитый индивидуальный разум к сознанию генетически более зрелому и разностороннему. Посмотрим с этих позиций на современное общество и человечество в целом. Мы увидим полное несоответствие социальной структуры, силовых и качественных соотношениях к главному иерархическому принципу великого закона. Власть должна распределяться по мере ответственности индивидов. А мера ответственности, как инстинкт самосохранения разума, осознается по мере совершенствования сознания. Поэтому чем выше варна, тем выше мера ответственности у человека. И вот даже посмотрим с этих позиций на, скажем, на такое социальное образование, как наши ученые. Действительно ли наши ученые находятся на той степени развития, которая соответствует должной их рангу? У них же нет меры ответственности. Потому что именно наука, именно с помощью науки разрушается сегодня природа, разрушается экология. Потому что необдуманно вносятся действия. То есть нет меры ответственности. А ведь должна быть в первую очередь у высокого разума, у высокого сознания должна быть мера ответственности за свои дела. И никогда нельзя нарушать гармонию. Нарушение гармонии, кстати, карается по великому закону. И власть тоже должна распространяться по мере ответственности. Чем выше власть, тем больше мера ответственности должна быть у человека. Потому что и отвечает он по тому, он отвечает, собственно, потом перед законом, перед владыками кармы, перед своим собственным разумом по мере ответственности. Поэтому это надо всегда помнить. внося действия в свою действительность, надо думать. Разрушаем мы эту действительность своими действиями или наоборот сохраняем в ней гармонию. Инстинкты – это силовые установки закона, обеспечивающие автоматику мирового процесса. Это вот очень интересная мысль. Но во всяком случае, когда мне учитель об этом сказал, меня эта мысль озарила. То есть это было как озарение в сознании. Действительно, инстинктуальная логика действительно пронизывает все мироздание. Она пронизывает всю природу. Она пронизывает все живое. И все подвластно ей. Инстинкты существуют во всех планах Кольца Великого Свечения, но они видоизменяются по мере эволюционного роста системы. То есть ничего застывшего нет. Все в мире подлежит развитию, видоизменению, все в мире подлежит рождению, этапу развития и завершающему этапу видоизменения. Любая система подчиняется именно этому закону, этой закономенности. То есть система рождается, система развивается, и система в итоге, пройдя свой круг, она либо набрала опыт и поднимается в более высокую плоскость, либо, если она потеряла силу, она опускается в низкую. В первом случае это градация, эволюция, а во втором деградация. Поэтому нам надо думать, как мы живем. Разливаемся мы, деградируем или эволюционируем. Вот что интересно, инстинктивный стыд в ребенке перерастает у взрослого человека в совесть. Если вы помните, я не знаю, сейчас-то, наверное, это детей не доносят, а вот у меня, в моем детстве это было нормально, когда говорили, например, ребенку, который совершил какое-то неправильное действие, мы говорим, ну, как тебе не стыдно? Не стыда у тебя, не совести. То есть, не стыда, не совести. Стыд и совесть, они идут всегда вместе. Поэтому, если ребенка воспитывать в бесстыдстве, то есть, если он голышом ходит до пяти лет, скажем, и родители не обращают на это внимание, считают, что это нормально, а сейчас вообще разврат детей, это поощряется, насколько я понимаю, насколько я вижу, то у этих детей, если у них не будет стыда, у них не будет совести. А если не будет совести, то уж о какой мере ответственности говорить? Никакой мере ответственности за свои поступки это точно уже не будет. Сознание человека низкого эволюционного уровня обычно особенно стремится к власти, потому что оно воспринимает ее как средство для реализации своих амбиций. Поэтому человек, безответственно стремящийся к власти, собственно, рискует вообще своим существованием в будущем. А ведь наша жизнь не заключается только в одном рождении. Наше рождение – это только один краткий эпизод нашей жизни, жизни нашего высшего Я. Мы родились, вы знаете, человек как цветок. Родился, расцвел, проблагоухал и свернулся, завял, отцвел, оставив сущие, как семена. И уходит с этого плана, чтобы опять сюда прийти. Если бы люди знали, что они снова приходят в этот мир, они бы, наверное, очень многие бы по-другому бы жили, по-другому бы себя вели. Они бы понимали, что они приходят снова в этот мир. И если они его разрушают, то куда они придут опять? Куда, скажите, придет человечество сейчас, которое разрушает этот мир? Которое целые материки мусора в океане, которое сжигает леса, которое уничтожает природу. Куда родится оно? Оно же все равно, ведь те умершие неизбежно родятся, как говорится в Хагавадгете. А родившийся неизбежно умрет. Поэтому, если бы у людей не отняли это знание, если бы люди знали о реинкарнации, то, конечно, бы они думали, прежде чем разрушать этот мир, хотя бы о том, куда они придут. Нам, понимаете, когда говорят, вот вы думаете о детях, да, думают о детях, но многие думают о детях, сейчас детей выбрасывают, мусорки выбрасывают детей, сейчас ужас, что творят с детьми, совсем не думают о будущем поколении никто. А хотя бы из эгоизма подумали о себе, это же короткий миг в жизни, очень короткий миг. Посмотрите, каждый из вас, те, кто уже зрелые, давно ли вы были детьми, давно ли прошла ваша юность, все пролетело просто, моментально пролетело, очень быстро. И так жизнь пролетает. Поэтому надо задуматься, на любом этапе жизни надо задуматься, как мы живем, для чего мы живем, и обязательно нужны знания, знания законов, знания, для чего мы живем, и знания жизни. Поэтому в обществе, структура которого не отвечает великому закону, эти индивиды часто добиваются власти в той или иной области, не имея никакой меры ответственности. И часто даже и совести. Ну, а не совести и не стыда, значит. Не зная закона Вселенной, человек нарабатывает карму по великому закону, разрушая мир вокруг себя и разрушая себя, выбивая звенья из экологической цепи и ничем не стремится эти звенья соединить. Наверное, Красная книга уже достигла таких объемов, что даже страшно, которые занесены уходящие, исчезающие, исчезнувшие виды животных. А ведь это все звенья одной единой цепи. нашего мира, нашей природы. Человек, несомненно, человек в нашем времени несомненно видит слишком много зла и хаоса вокруг себя, так и в себе самом. И деградирует все безнадежно, не умея отличить истинные ориентиры в жизни от ложных. Потому что великий закон нашей системе в мире породившим и окружающим человека нарушен. Человек продолжает нарушать его, но не человек является первопричиной этого катастрофического явления. когда-то в силу закономерно текущего процесса развития кольца великого свечения мир вступил в фазу великих испытаний, определяющих соответствие каждого разума, рожденного в этой кальпе, в этом дне абсолюта, в соответствии великому закону. То есть мы с вами сегодня все, абсолютно все родившиеся разумы, люди, держим экзамен на состоятельность быть или не быть. Насколько великий закон в нас проявляет себя, насколько мы ему верны, насколько мы понимаем необходимость познания этого закона, познаем этот закон и насколько мы себя проявляем в этом мире. Разрушаем мы его или стремимся наоборот сохранить. Ну, я могу привести три мифологемы, три мифологемы, три календаря трех разных народов, но тем не менее в них абсолютно четко бедно единство. Все знают, что, ну, давно знакомо о том, что существует, что мир когда-то была золотая эра золотая эра, эпоха золотая, когда все элисати-юга ее называют в Индии, когда никто не ел друг друга, все жили по великому закону, все процветало, все было очень хорошо. Потом следующая эра это это век серебряный, то есть золотой век, век серебряный, а потом век медный и век железный. Как это рассматривается в некоторых народах? Вот если мы, например, возьмем индуизм, где наиболее, ну, наиболее сохранившийся этот календарь, то там говорится, что тхарма это миропорядок, тхарма это и есть миропорядок, переводится с санскрита как миропорядок, закон тхарма, стояла на четырех ногах. Это очень устойчивое положение тхармы. Все было прекрасно, это был золотой век, это была сатьюлка. В этот момент, как правило, все зарождается, это первый момент после того, как наступает день Брахма, очень много сомы, очень много света, сила, этот свет имеет большую силу, поэтому все развиваются правильно, хорошо, в законе, замечательно, просто все развивается. Потом проходит время и падает одна нога. Тхарма становится более неустойчивым в положении, но все-таки еще ничего стоит. Это уже трета-юга. Трета-юга это значит три ноги, три столпа поддерживают Тхарму. В это время начинается испытание, это время испытания для богов, когда высшие божественные планы, причем эти планы не самые высшие, а именно системные планы, планы системы, божественные планы системы начинают проходить свои испытания. и вот в это время, как раз именно в это время, когда они проходят свои испытания, начинается разделение богов, начинается разделение, как бы уже среди богов начинается разделение, то есть некоторые уже отходят от Тхармы, проявляя свое несовершенство. потом еще одна нога падает Тхармы, Тхарма остается на двух ногах, это два пара юга, медный век, Тхарма принимает более неустойчивое положение, идет уже разделение в жреческой системе, потому что жрецы это те, которые соединяют мир людей с миром богов, и они служат богам и служат людям, как приблизительно если мы по так сказать закону аналогии посмотрим, это так же как вот наше сознание соединяет физическую нашу часть плоскость с нашим разумом, так и жрецы, жрецы, жреческая прослойка, жреческая варна, варна высшая варна в человечестве, она как раз соединяет мир богов и мир людей но поскольку боги разделились жрецы тоже жрецы все-таки они же меньше богов они слабее конечно они тоже начинают колебаться некоторые и начинают служить одни темным потемневшим богам другие остаются верны светлым богам ну далее проходит еще период и далее еще один столб вылетает и дхарма остается на одной ноге и эта одна нога дает большую неустойчивость дхарме и вот здесь идет уже разделение от жрецов идет уже разложение ниже на остальных людей то есть если дети воспитываются в обстановке правильной если их правильно воспитывают дети вырастают правильными и они эволюционируют а если например поместить ребенка в воровскую шайку то соответствующий вырастет субъект от воспитания очень много зависит а именно жрецы как правило они являлись воспитателями остальных варм именно жрецы являлись воспитателями на физическом плане остальных варм поэтому такие профессии у нас как учителя ученые наши вот вся ученая это они относятся к жреческой варме по идее но на самом деле к сожалению по интеллекту не соответствуют очень многим или соответствуют тем жрецам которые служат уже темной пирамиде вот так вот приходит кальюга начинается хаос начинаются войны начинаются все неприятности этого мира и именно в это время как раз в это время в этот период нашего мира проявился этот страшный иерарх талюта или как его называют лицефир началась Великая война которая закончилась очень печально талюту скрутили до физического плана это теперь у нас поскольку он вышел из нашей системы это в нашей системе планеты Сатурн и в общем-то закончилось все великой битвой как мы уже говорили я не помню я рассказывала вам это или нет в предыдущих беседах но талюта когда его гнали ту систему ну согласно закону кармы следствие всегда возвращается к причине поэтому талюта был возвращен туда откуда вышел а именно в ту систему из которой он вышел и его сжимали его он тратил энергию он стал меньше и меньше и до физического плана его сжимали и гнали его боги именно в нашу систему и пролетая мимо нашей планеты он с корнем вырвал два материка то есть не надо искать на дне океана ни Атлантиду ни Пацифиду они так сказать были вырваны талюты и были им поглощены вот в результате это было 11 половиной тысяч лет назад наше солнце голубой саурук сгорел отдав все силы и наша вся солнечная система была в общем-то перестроена и сейчас даже наши ученые приходят к такому мнению что действительно наша система солнечная построена не так как все остальные которые наблюдаются нашими астрономами вот после того как планета была спасена после того как установился относительный мир после того как планету полечили кстати очень интересно если вы читали Толкина этот человек тоже он был просвещен он тоже много знал и был посвещен у него есть как раз эта вещь сильмарион называется очень интересно кстати она соответствует истине ну немножко там износказательно конечно все но если так внимательно почитать то можно и увидеть что это так соответствует истине там говорится о том что лечили нашу планету планета была долгое время без солнца сначала как он их называет эльфы создали два древа коту одно освещало днем другое освещало вечером и потом когда уже загорелось солнце стало уже светить солнце стала светить луна очень кстати многие мифы народов которые где-то там сохранились в этой страшной битве многие сказания начинаются так это было тогда когда не было солнца и не было луны а потом солнце взошло с другой стороны и появилась луна луна это сакарис планеты погибшей планеты все планеты устроены одинаково они все имеют гравитационную сферу гравитационную сферу величиной вот такой вот как луна она у нас тоже такая в нашей планете есть и внутри пещера то есть пространство такое заполненное газом несколько напоминающим даже воздух и в центре ядро ядро плазменное оно находится в центре потому что рамно притягивается этой сферой кстати эта пещера называется сакарис или как сакар его называют или сакарис по эллине ее сакар сакарис назвали вот и кстати об этой пещере знают и в Тибете и именно ее искал Гитлер в свое время он думал что так свободно он в нее войдет на самом деле в нее вход совершенно не свободный в нее можно войти только по соответствующим порталам и в соответствующем так сказать при соответствующих знаниях и паролях вот так что с тех пор как установилась относительная гармония в системе система была перестроена кстати Юпитер это будущее солнца нашей системы в следующем дне абсолют это будет зеленое солнце вот и снова заработали часы как они называются часы исиды то есть снова разбили разбили время на 4 периода и первый период был достаточно потому что после войны сразу самолмир наступил и был период процветания как раз светлые иерархи создавали создавали биомассу для подключения развоплотившихся разумов потому что им обязательно надо было снова проходить эти процессы они разоплотились не дойдя до финиша для того чтобы полностью воплотить в себе все знания великого закона нужны еще были рождения поэтому они создавали свою расу темные силы тоже у них тоже был большой урон они свою создавали и был некоторая равновесие был некоторый мир в итоге была создана раса ариев арийская раса в нее вложили как раз таки свой ген руны или как называют альвары или как их назвал толкин эльфы и частично соулары это те которые сохранились от той цивилизации которая погибла на взорвавшейся планете планета аумруин она была взорвана ее называют еще фейтон и пояс астероидов вы знаете находится между марсом и питером а сакарис этой планеты это наша луна поэтому она действительно полая внутри в ней имеется ядро в центре освещающее внутри все и она заселена естественно сейчас об этом все чаще и чаще пишут говорят там идет большая работа и тоже идет сейчас на сегодняшний день идет война как сказал мне учитель война идет на небе на земле и под землей вот это вот такая мифологема то есть сейчас эти периоды были разбиты приблизительно на где-то 3600 лет и вот сейчас закончился закончилась калиюга калиюга закончилась и мы сейчас с вами находимся в таком безвремени когда калиюга уже закончилась а сатиюга еще не началась идет мощный период очищения идут последние битвы космос очищается от темных сил которые в принципе остались в основном в нашем околосолнечном пространстве потому что в общем-то весь космос очищен вот и это период который как мы уже сказали называется будь с нами каждый когда боги говорят будь с нами вы можете быть с богами если вы будете в себе воспитывать божественные качества эволюционировать творить добро и воспитывать в себе любовь и меру ответственности за этот мир и за каждый свой поступок вот такая мифологема существует в Индии подобная мифологема была в Египте там считалось так что миропорядок держит четыре сфинкса четыре сфинкса белый красный сфинкс красный желтый зеленый и белый сначала в систему уходит красный сфинкс система слабеет миропорядок слабеет ну точно так же как мифологемия предыдущая которую я рассказывала она слабеет и также идет уже борьба между богами далее уходит из системы желтый сфинкс система становится еще слабее затем уходит зеленый сфинкс начинается хаос то есть что-то подобие ну это кальюга скажем словами предыдущими мифологемы или железный век но белый сфинкс остается всегда потом в момент когда приходит внимание полное абсолюта в систему снова входят сразу все сфинксы энергетика повышается и все порочное горит горит и плавится но также точно и предыдущими флагами что приходит калкаватар который побеждает тьму все горит все уничтожается темное больное деградационное вот что интересно мы нашли у славян такой календарь я уже наверное рассказывала мы занимались этническими экспедициями мы очень много собрали материала это мифологем мы взяли у поморов очень интересно я вот его приведу здесь весь называется это рудокола рудокола календарь славянской парампоры руда это руда это кровь руда кровь кола круг рудокола говорит о том как вращается кровь славянская вечности очень красиво звучит как вращается кровь славянская вечности время это время или вещь кстати очень точное определение времени вот мокош таки вот ниточку из кудели божественной для как первое это девиз все есть нить нить как понятие судьбы ну я так полагаю что верфь рыси век рыси это как раз ну он соответствует наверное сатьюге и соответствует так сказать когда тхару на четырех столбах следующий идет верфь волка девиз все взять начинаются первые вооруженные конфликты третья верфь бера медведя девиз все сберечь жрецы пытаются удержать тонус верхушки эпохи рыси начинается территориальный раздел появляются первые былины саги предания в это время появляются появляются первые медвежьи это появление первых медвежьих углов и начинаются уже междуусобицы дело в том что в сатьюге сознание настолько совершенное у жрецов что они собственно им письменность даже особо не нужна они у них очень хорошая была хорошая память была а далее уже когда энергетика слабеет нужна письменность чтобы записать для потомков то что было а вот дальше начинается верфь хряка свиньи девиз все сдать потеря духовного совершенства свинья начинается с проникновения в обряды в обряды кровавых жертв середина хряка падение духовных религиозных центров конец хряка утрата белого рода белого света оккупация потери родовых твердынь вот сейчас мы согласно рудоколу переживаем конец хряка и рассвет рыси все совпадает все совпадает как в индуистском календаре как в календаре Египта так и в нашем славянском календаре действительно наступает рассвет наступает век рыси век рыси и начинается как раз вот период очищения как сейчас что сейчас и происходит вот кстати если сравним рудокола с календарем Индии там тоже калий юга черный век характеризуется захватом пхараты то есть арьяварты так называлась в древности Индия млечхами то есть иностранцами и действительно Индия захватывалась и великими моголами затем англичанами иудеизировалась через ислам и христианство то есть Индия тоже переживает сейчас не лучшие времена она тоже находится на грани деков уже все калий закончилась сейчас начинается сатиюга но перед тем как она начнется будут идти великие период великие так сказать моменты очищения вот такой вот скажем такие вот календари наверное и у других народов есть подобное но сказания золотом веке есть во многих народах поэтому сейчас мы с вами переживаем время очищения время очищения время когда мы должны уже думать думать о том как видоизменять себя сообразно великому закону для этого надо изучать этот закон великий закон включает в себя 10 основных законов мироздания 10 основных законов мироздания которые собственно определяют великий закон если у вас хватит терпения меня слушать то в следующих передачах я вам буду в следующих беседах буду рассказывать об этих законах каждом в отдельности но великий закон великий закон это тот закон который все держит всю вселенную всю вселенную и так как я уже сказала сегодня наша действительность очень сильно напоминает время Атлантиды есть такие мнения что якобы Атлантида была светлая была прекрасная Атлантида если вы видели смотрели властелин колец это Мордор там была такая башня точно как в Мордоре и даже описывается Платон говорит что там стояла пирамида там стояла пирамида огромная такая пирамида которая уходила под небеса и ее постоянно обвивали молнией то есть это было страшное очень страшное время вот сейчас мы с вами приблизительно так и живем человечество развращается человечество расчеловечивается просто расчеловечивается вот и сейчас даже очень много способов для этого придумано и то что собираются типизировать людей это вот как раз один из вариантов расчеловечивания людей когда не будет эволюции когда ну так они думают что они смогут это сделать на самом деле не нужно думать что темные силы всесильны и они тут вот всевластны на самом деле существует великий закон существует иерархия света существует четыре мощных луча света идущих на нашу планету возле которой сообразованы пирамиды соответствующие одна из них шамбала они его очень много слышали что такое шамбала вы знаете много всяких ходит об этом не болеть ну я конечно может быть немножко авторитет Елены Ивановны подорву потому что в последние годы к сожалению рерихи попали под влияние черношапочников а черношапочники это не совсем светлое направление дело в том что никакой башни Чунг в шамбале нет шамбала это мощный поток энергетический поток это такой луч который входит который идет из ядра галактики который входит доходит до ядра нашей планеты и образуется вокруг этого вокруг этого луча четыре круга причем там находятся бессмертные те которые остались еще после битвы которые там находятся а в последнем круге это тот круг куда уходят махатмы в Индии которые действительно достигают просветления они уходят работать туда и работают там вот учитель например в Лаваске Гула Платсинг он как раз относится к тем которые в общем-то бессмертные которые именно они работают с людьми они в общем-то среди людей незаметно даже бывают никто даже не знает кто они но они работают и помогают людям преодолевать вот это тяжелое время вот и такой же мощный луч идет в Америке в Центральной Америке это загадочная страна Эльдорадо и третий луч идет в Африке это там где пирамиды Абгиза и это светлые лучи которые сейчас активизировались очень сильно и имеют большую власть да сейчас кажется что темные всесильные что они побеждают не надо бояться если вы не будете бояться если вы будете пользоваться знаками великого закона если будете читать мантры великого закона и стремиться к совершенству вас обязательно эта сила защитит защитит сила мантры сила знака сила светлая сила богов которая сейчас работает неустанно над сохранением жизни на этой планете если будет интересно я в дальнейшем более подробно об этом расскажу ну а сейчас наверное мы уже закончим нашу нашу беседу если что извините пожалуйста если что непонятно задавайте вопросы я с удовольствием на вопросы отвечу всего доброго ясности на всем пути я с удовольствием